Всем привет! Сегодня поговорим об отношениях, о турках, о менталитете. Кто в отношениях девочки с турецкими мужчинами? Бывают такие случаи, когда я читаю, слышу, общаюсь и так далее. Я встречаю информацию такую, что турки говорят, они такие все эмоционально открытые, быстро эмоционально загораются, страстные, переменчивые, непостоянные где-то, или может быть лживой, короче, такие все свои подводные пути у этого всего есть. Короче, все вот такие эмоциональные, а мой турок не такой. Он какой-то сдержанный, закрытый, телефон мне не дает, например, проверять что-то, с друзьями не знакомит, или он такой сдержанный, не, скажем так, эмоционально мало себя проявляет, сдержанные эмоции, короче, он себя как-то стопорит. Если вы с этим встречаетесь, можно сказать, это да, есть процент вероятности, что он сам по себе просто человек такой, да, по своему характеру, воспитанию в семье и так далее, он просто вот такой закрытый человек, интровертированный, возможно, да, никакой он не экстраверт, не эмоциональный и так далее. Но честно скажу, даже такие закрытые люди здесь, они все равно очень быстро вспыльчивые, загораются. То есть вот эти эмоции, я бы не сказала, что это прям все прям суперспокойные, есть как у давой турки, это прям надо поискать, короче говоря, да. Учитывая, что я вам скажу, мой муж очень спокойный, вообще не типичный эмоциональный турок, но просто такой добрый чувак по жизни, очень спокойный, размеренно живет, такой, знаете, философский. Даже он в каких-то экстремальных ситуациях в плане безопасности, вождение на дороге, конфликты какие-то с кем-то, он быстро может спылить, там, не знаю, поконфликтовать, поругаться, там, если надо даже подраться. И он себя в этом плане, вот, вот, вспыльчивость, да, тоже может не контролировать себя по жизни, вообще просто как у дав, у меня очень спокойный муж. У нас в семье, это я такой, огонь эмоций, движоняк, и вообще все вот это вот эмоционально, но такой более у меня такой маятник успокаивающий, говорит, ну подумай, перед тем, как отрезать, 7 раз там, короче, отмель. Или вот это у нас такая история, а я сразу кромсать и резать. У меня вот это эмоционально как бы гасит немножко, и у нас вот такой пандем как бы хороший получается, да, мы с ним сошлись на этом, как это называть, противовесы, да, есть у нас. А вот если вы видите, например, что турок с родственниками активный, с друзьями активный, общается, тусуется, эмоциональный, там, хохочет, там, я не знаю, короче, как-то там по телефону вы слышите, как с людьми, да, общается, если вы там с ним встретились, приличная встреча. В общем, окей, а вот с вами он какой-то холодный, или много не говорит о себе, вот даже очень избегает информации, не открывается, или вы, он как бы, вы спросите, он вам ответит на вопрос, но дальше этой темы ответы не разворачивают тему, да, не хочет в нее углубляться, или может даже прям говорить, типа, ой, да не надо об этом, да это неинтересно, каким-то образом съезжать, короче, с ваших вопросов, не хочет на них отвечать. Девочки, вот смотря вот на менталитетах активность, вот это вот, что они загораются очень быстро, такие все в основном активные очень люди, это исключение из правил прям огромное, или, скорее всего, этот человек что-то от вас скрывает. И он с вами ограничивает свою эмоциональность, открытость, он вас где-то держит, чтобы вы не задавали лишних вопросов, он что-то от вас скрывает. Я не хочу, как бы, у кого-то было все в порядке в отношениях, сейчас девочка посмотрела мое видео и такая, у меня такой, опа-на, что-то скрывает, все у нас было нормально, с доверием, сейчас я Галину на видео посмотрела, надо у него расспрашивать, что там за секретики у него есть. Я вас ни в коем случае, пожалуйста, к этому не сподвигаю, не хочу внести какую-то смуту в ваши устоявшиеся отношения, на это повлиять никак не хочу. Я просто хочу, чтобы вы не рубили с плеча, а понаблюдали за ним. Как можно понять, есть у него секретик или нет? Сначала вы должны выбрать темы, которые по поверхностям, по вершкам можно у него поцеплять, поспрашивать, позадавать просто такие общеразвивающие вопросы. Как ты относишься к этому? А к вот этому? А вот в таких взаимоотношениях мужчин и женщин? Или к искусству, к кино, я не знаю, интерески поузнавать. А вот такая-то ситуация, то есть это какой-то набор тем определенных, которые именно вам интересны, и надо о нем этого узнать. Если вы увидите где-то, что он неоткрытый, быстро закрывает эту тему, соскакивает с нее, не хочет об этом говорить, значит, то есть 100% есть проблемка. Турки очень болтливые. Конечно, не все, но очень многие. Язык, ну-ну-ну, как помело. И поболтать, светская беседа, просто тут любят поболтать с соседями, с незнакомыми людьми. И я вам приколы расскажу. Вы видели у меня в, как это назвать, в шортс, в Ютубе, видео коротенькие. Я была на концерте Земфира, мы с мужем стояли в очереди заходить на концерт, и там было просто, не знаю, тысяча, наверное, человек, все русскоязычные. И он мне сказал, Галя, говорит, как будто я в Москве, и я как будто бы, говорит, вижу, что как будто не в Стамбуле вообще нахожусь. Я типа в шоке, говорю, дорогой, говорю, я в каком шоке, как будто я не улетаю, я, по-моему, оказалась все на родине где-то. И он говорит, странно, говорит, а что у вас все не общаются в очереди? Говорю, а ты как турок, как себя повел? Он говорит, ну как, я бы уже, говорит, спереди кто стоит, сзади, я бы уже узнала, из какого он города, как давно здесь находится, что приехал, какие у него дела, какая у него работа и так далее. То есть это мой спокойный, закрытый муж, если что, да? Я к тому, что вот эти темы, пошапочное, вот это общение, small talk и все прочее, здесь очень распространено. Это делают все, даже вот закрытые люди, как вот, пример, мой муж. Если есть тема, которую турок не хочет открывать, вы видите, он каким-то образом жмется в этой истории, о, точно, девочки, копайте туда. Если он избегает, это не окей, что-то там есть интересненькое. Либо у него травма, переживания, секретик какой-то зарыт, что вам не надо знать. То есть он, как правило, турки себя эмоционально сдерживают, закрытые не общаются, значит, они что-то скрывают. Потому что они как открытая книга. Или турок очень склонен к разговору, к поболтать, и ты, ну, как бы, грамотный оратор, и темочки хорошо подбираешь, то же самое, как бы у тебя вот это, значит, не прямо уж искусство, но язык, короче, у тебя подвешен. Вывести турка на разговор, узнать и по ниточке, слово за слово, раскрутить на какую-то тему, очень легко, они очень легко на это идут, потому что они это каждый день в своем быту, с самого рождения впитывают в культуре, практикуют и так живут. И поэтому, встречаясь вот на улице, в толпе в очереди куда-то, мы можем узнать, откуда человек, спросить, какая у него зарплата, работа, блин, где он живет, если не прописку, напроситься, например, к нему в гости. Ну, это условно, но да, до такого может дойти. Потому что они очень открыты. Ты задаешь вопрос, тебе в ответ вот начинается вот это, то есть вот этих границ, они стираются. Я вам до этого видео говорила, кому в Турции трудно, это стертые границы. Но благодаря вот этому отсутствию границ, вы владеете информацией. Так, девчонки, принимайте это к сведению, практикуйте, обрабатывайте и практикуйте на своих турках. Особенно, если у вас отношения на расстоянии, только начались, он еще как бы в вашей зоне доступа, вы не можете взять за грудки его потрясти, где ты был, что делал, посмотри мне в глаза, да? Реакции какие-то непонятны. Задавайте, общайтесь. Турки любят поболтать, язык подвешенный. И где проседает какая-то тема, значит, там что-то интересненькое есть. Вам надо желательно прям обратить на это внимание. Если турок открыто вам говорит, не хочу об этом говорить, это не к месту, или для этого не пришло время, надо заходить какого-то со временем, дать ему остыть. его бдительность, скажем так, как бы, ну, погасите, да, чтобы он расслабился. Тему эту сразу не давите в одно место, дайте время, чтобы он подзабыл этот вопросик. А через время из какого-то другого хода к этой теме все равно возвращайтесь 100%. Что-то там для себя интересненько узнаете и откроете. Это вам гарантия, к бабке не ходи. Девчонки, учитесь быть хитренькими, лисичками. Перед тем, как что-то делать, принимать какие-то, ну, короче говоря, действия, обязательно продумайте, а как это может развернуться, как он может отреагировать, какой встречный вопрос мне задать и так далее. Научила вас, короче, плохому опять, как всегда. Но я опять не призываю, у кого нормальные отношения, вы что-то сейчас усомнились после моих видео. Ребят, не притягивайте на себя одеяло, не надо натягивать. Если у вас все хорошо, окей, у вас не будет никаких подозрений, ничего выяснять не захочется. А если вы послушали Галю, такая, опа, над головой такая лампочка, надо в этом покопать, она говорит о том, что у вас уже были какие-то сомнения, и мои слова и видео, это просто триггетнуло вас, да, вот оно загорелось, я обратила на это внимание, но прям побуждением к действиям это не является. Спасибо всем за внимание, обставляйте комментарии на эту тему, очень интересно, что скажете, про эмоциональную закрытость, открытость турок, эмоции их. И расскажите истории, были ли какие-нибудь примеры, когда вы знали, что турок с темой какой-то слазил, а потом узнали, что там все-таки проблемка в этой теме у него существует, он избегал осознанно, не хотел просто об этом говорить, или что-то там скрывал, обманывал, или юлил и так далее. В инфобоксе под видео моя почта для психологического консультирования, если что, пишите туда, тема письма, консультация, я вам отвечу. Спасибо за внимание, всем пока!